Так, ну что ж, дорогие друзья, пожалуй, начнём вечер. Вот. И вроде не в песноте, и не в обиде, но очень всё в порядке, да, и воздуха хватает, и жарко, конечно, сейчас, но вроде нормально, более-менее. Если было народов очень много, то было, конечно, душно, а так вроде нормально. Ну, вечер сегодня такой свободного плана. Конечно, я начну, как обещал, с стихотворения, с новой моей для многих такой деятельности. Видите, я о ней расскажу немножко сейчас. Я думаю, будет это интересно весьма, как это всё у меня начиналось, когда в плане поэзии-то, потому что об этом никто ничего не знает, по сути, ну, кроме близких определённых людей. Я сейчас расскажу. Ну, а потом будут, будет беседа, ответы на вопросы, на любые темы, на что хотите, хоть насчёт политики, насчёт там вот как в Европе, там что творится с эмигрантами, и там что из этого ждать, и вообще что творят сами Америки, во что превратилось, собственно, европейское население. Ну, вдруг будет интересно кому-то. А можно прям на любые, ну и на здоровье темы, пожалуйста, на любые, на всё, что захотелось. Так, давайте начнём как раз с того, с главной нашей темой. Перед тем, как я буду читать вот это стихотворение, Ода Фалафеля, я скажу, почему о Фалафеле, там немножко подробнее. А сначала просто насчёт стихов. Ещё в школе очень много лет назад я, опять-таки, из-за сатирического такого уклона, ну, был у нас, может быть, нехорошо сейчас об этом говорить, но что там говорить, когда лет не так много. Вот такой был у нас одноклассник, не будем называть, но непокойный, к сожалению. Вот он такой толстый-толстый был такой, и не только потому, что он был толстый, а потому что у него такие, знаете, как сказать, в связи с этим были очень умилительные и смешные, и не только движения, жесты, образ жизни специфический. Ну, когда пришёл, буквально там, в каком-не помню, классе, и мы увидели, как на перемене, ну, это же советское старое наше прошлое, такая мама им бутерброд приготовила. Ну, это бутерброд, а всё это, понимаете, как в фалате, да, соливается сейчас. Бутерброд – это батон белого хлеба, разрезанный вдоль. И там, да, полкило колбасы и всё остальное. В общем, конечно, распроизвало неизгладимое впечатление. Вот я почему-то с какого-то мгновения стал писать стихи. А мой школьный друг, другой, стал великолепно делать шаржи и картинки. То есть он вообще художник, он Суриковский, когда он окончил, то есть очень выдающийся прям, художник, великолепный. Вот как это всё начиналось. У нас была такая тетрадка, где он, вот эти шаржи определённые, а я стихотворениями это всё сопровождал. Было гениально. И как я сейчас жалею, вот что моя мама потом… Ну, конечно, дошло до скандалов, до школьных всех, это было средний класс, поэтому тогда ещё родители как-то это… И в итоге выкинула она эту тетрадку, после всех этих примирений трёхсторонних наших. Выкинула, к сожалению. Вот это я очень жалею. Потом шли годы, потом институты. Я ещё писал, и писал, порой вот на паре сидишь там, вдохновение на что, за сорок минут накатал такое стихотворение, что потом все ухохатываются, так сказать, идём с нашей группой. Ну, ладно. И вот потом, как говорится, дела, бизнес, вот это всё, конечно, очень сильно как бы приземляет, и по большому счёту пропал этот у меня, да? И тут случилось вот что. Буквально месяц назад, двадцать девятого… Да, это было даже тридцатого, я точно помню, воскресенье. На прошлый явно, окей, вот это век феста, да? Век март. Ну, в общем, кстати, приглашаю, будет двадцать шестого, двадцать седьмого августа. Так вот, смотрю… Понимаете, вот тут нужно немножко небольшую ещё предысторию. Почему именно о Фалафеле? И вот прям вот торкнул, да, то есть началось, вот прям пошло у меня. Я стал записывать треть, я написал прямо вот в воскресенье там этого стиха. А началось как? У нас два года, как вы знаете, наверное, кто-то из вас знает, что проходят эти ярмарки. И вот на каждой из них в обязательном порядке людей чем-то кормят. Ну, поскольку они не сыроедные, а веганско-вегетарианско-сроедные, то, соответственно, там, конечно, есть разные готовки на жарки и прочее. Причём у нас, когда помещение закрыто, и просто замучили. Там жарят, это всё, воняет вся одежда потом этим, ё-моё, мы прям… Ну, а над теми людьми, значит, кто… Понимаете, это не то, что вот мы подшучиваем, прикалываемся, и ладно, если это не за что, а бывает действительно смешно. Почему смешно? А вот обратите внимание, если вы, может, обращали или нет, то как это происходит? Мы тут долго стоим и видим. То есть тут это некий культ, это не просто там еда, фалафель, это вообще какое-то до безумия дошло. Ну, недаром сейчас, вот что, в 27-м будет, называется это Викфест чуть ли не битва фалафеля. То есть там такое будет грандиозное мероприятие, то есть как игра престолов, типа битва престолов. Ну, ладно, хорошо. А, значит, почему фалафель? Дело в том, что посмотреть, я вот наблюдал за людьми, ну, прям и так грызнут, и сядут, и на пекрени, прямо чуть не погрызнут, чтоб капелька не свалилась, и глаза закатывают, чуть ли не это до какого-то урожана. Ну, вероятно, я понимаю, что люди, которые вроде стали веганами, ну, и многие поэтические соображения, потому что, а вкус хочется абсолютно тот же, какой был любимый вчера еще, шаурмы. Ну, или чего-нибудь похожего, там сосиски в тесте, и там фантазия может дальше подсказать, что еще подобное. И вот они ищут этот вкус, а эти товарищи, кто стоит, ну, это чуть ли не повелители вселенной, с гордым видом. Вот, кстати, обратите внимание, как эти фалафели-перки стоят, вот они, это просто, это вот, это вот такой-то образ, понимаете, это вот, прям чуть ли не творцы, ну, вот я, кстати, тоже отразил здесь это очень интересным образом, переворачивают гордо эти свои котлеты, ну то, и там, значит, вот, очередь стоит, облизывается, они понимают, насколько они значены и фигуры, понимаете, в этом деле. И, конечно, у них появляется некая такая осанка, гордость, ну и прочие атрибуты вот этой вот значимости. А народ, конечно, ждет, у него уляжется один фалафель, ну, еще погуляют, причем, вот, ходят, но есть такой тоже типаж, ничего не покупают, ходят, 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 круги наматывают, ничего, не только для того, чтобы поесть вкусненько, ну, так, посмотреть, конечно, тоже интересно, уляжется часов, пройдет еще, потом часов, пройдет, третий, ну, надо сказать, в нашем коллективе есть тоже такой человек, так сказать, наш, значит, товарищ из коллектива, один его не называют, что-то, так сказать, и вы знаете, чтобы, ой, я, ну, скажем так, он мой родственник, родственник, ну, как скажем, поэтому тут мы, может быть, более злостно подшучиваем, но не то, что над ним, вообще над всеми, это вот как, а у нас же как от месяца к месяц, все, у нем прям, все, фалафель ждет, радует, так и говорит, да, вот вы едите это, а я буду есть, самое вкусное в мире, там, это, еду, такое, да брюшка, значит, и мы ждем всех, как один, второй, все, два, нет, будет три, и четвертый вечером, значит, вот, и, так сказать, я эти строки, некоторые, которые там написал, зачитал несколько раз перед нашим коллективом, внутри, ну, конечно, нашим ха-ха-ха-ха, а он обиделся, обиделся, вот, я неожиданно, я бы даже не стал читать, прям, прям, вот, публично заявляю на всю, на каждую камеру, что прям извиняюсь, прям лично, перед, ну, он знает, перед кем его, не хотел обидеть, ну, зачем лично воспринимать, это же про всех, это образ, вот, это, конечно, не лично кому-то, но, видите, бывает, что сатира очень сильно пробирает, да, бывает такое, но сейчас сами оцените их, волнуюсь, как на экзамене, все-таки, первый такой опыт у меня публичного стихосложения, нет, были, были, перед группой в институте и прочее, но все-таки сейчас сколько уже, 25 лет прошло, хорошо, значит, ну, теперь, пожалуй, надо сказать следующее, поскольку мы же еще съемку ведем для наших зрителей, поэтому скажу, ну, прям буквально кратко, дорогие друзья, обращаюсь к зрителям, что, во-первых, кто такие сыроеды, чтобы они люди, которые едят, не едят мясу и вообще пищу животного происхождения и не едят вареную, термически обработанную, жареную пищу. Веганы – это те, кто не ест животным никакую пищу, но ест термообработанную пищу, и вот есть из них такие люди, которые, да, по разным причинам стали веганами, но главное, что вот этот вот культ некий, который создается, фактически это культ вот этой сосиски-сордыки, но я бы сказал, возведенный в квадрате, потому что это надо видеть, как его люди реагируют, как все это происходит. Вот, и поэтому, в общем, когда строки у меня пошли, я буквально в течение двух дней записал полный стих, отшлифовал его потом немножко, так сказать, и вот теперь хочу вам представить. С этого начнется наш, вот этот, так сказать, мой творческий вечер, я зачитаю стих, а дальше у нас все в произвольной форме. А для зрителей еще, хочу сказать, ввести в курс, чтобы, так сказать, да, в принципе, наверное, я ввел, я просто все пометки сделал здесь, я объясню, а, да, вот, знаете, меня еще что всегда в этом, я не знаю почему они в эти фалафели, какие-то вот эти оберки, вот эти, ну, видимо, там, тестовые, да, какие-то зеленые, почему зеленые? Ну, я понимаю, там, наверное, шпинат туда натолкли, или еще что-то, но зачем зеленые показать, что вот какой-то особый коллагичный, или что это, мол, ну, аналогия, вроде бы, это все салат, вот зачем это, вот это вот зеленое, здесь в этом случае это не совсем сочетается, мне кажется, ну, как будто что-то вот хотят себя успокоить чем-то, что-то как-то вот оправдать, вроде бы, ну, почему зеленые, вот меня прямо, я тоже отразил еще зеленые оберки, вы это услышите. Ну, про типаж пекарей, таких статных товарищей я сказал, а вот, что с товарем с фалафелями, тоже вроде объяснил, ну, а теперь пора начать, и будет небольшое все-таки предисловие, я просто вот так написал в произвольной форме, вот о чем. Данные ниже строки, пояснение для тех, кто не в теме, или для тех, кто хочет верно и глубоко понять смысл данной коды. Итак, один уверенный в себе и в своей проводе веган, неистоволюбящий всевозможные веганские фалафели и пиццы, пончики и соевые сосиски, и все иное, что несет и дает такой любимый и привычный с детства вкус, вроде жареных мясных котлет от бабушки, перестав по этическим или иным причинам, есть животные продукты, но желающие получать те же привычные вкусы, пытаются успокоиться сам и, как водится в таких случаев у самых бойких, обратить свою веру за блудшим сыроедом. Так как сам не может или не хочет стать сыроедом, он призывает весь свой еще не растраченный интеллект и яркие дар убеждения красноречиво пытаются доказать пользу вкусных жареных блюд и просто рубит правду матку, приводя в качестве неопровержимых доказательств неоспоримый аргумент вреда сырых продуктов и пользу жареных, в особенности вершины кулинарного искусства фалафеля. Он размышляет о вкусовых и эстетических ощущениях, взывает к разуму и не только. Как может, он рекомендует попробовать и убедиться в своей правоте, с его слов каждого, и блаженствует сам, наглядно показывая пример другим, смакую любимым фалафелем. Главный герой раскрывает перед нами всю свою душу, как он проводит свой досуг, к чему стремится, как видит этот мир, как богата его внутренняя жизнь, духовный мир. Вот. И он сверит светлое будущее, помогает продавцам фалафелей на вегано-строенном фестивале вроде «Вигмарка» или «Феста», зазывая всех прохожих попробовать это чудо и даже читает в честь творцов этих супер-блюд стихи о их уникальной жизненном необходимой для каждого профессии. Даже поясняет, что такое ЗОЖ. А главное, он верит в торжество. Сами узнаете в конце в торжество, чего он верит. Наш герой обращается ко всем сыроем мира с призывом взяться за ум и за разум. Ну вот теперь мы подготовлены, и наши зрители подготовлены, понимают хоть о чем будет речь идти. И теперь Ода. Начинаем. О вы, которым посвящаю, я данный скромный нежный стих, и донести до сыроедов всех желаю всю правду, а едет, чтоб спор утих. Хоть не актер я и не композитор, на фортепиано не играю, даже не пою, но чтобы в мире воссияла правда, послушай одну за трапезную мою. Я не хвалюсь, и все же не судите за возможные эксцессы. Обидеть никого я сильно не хочу. Я не поэт, но сочинился и стих не хуже он и пьесы. Хотя сатиры едки многих нынче прокачу. С чего начать мой стих? С того, что нужно много вкусно кушать, а твой читательский удел – сидеть, вникать и просто меня слушать. Один акцент про ЗОЖ. Мозги себе не парьте. Совет мой – все на постном масле дайте. Не нужно вам, конечно, всяких вредных вафель, но все, я начинаю коду про фалафель. Фалафель нежный, жирный и воздушный, а ты вредный, если ты не малодушный. Зачем мне ваши авокадо, яблоки и хрены? Подайте мне мои канцерогены. Мне надоели ваши разговоры о духовном. Мои же мечты всегда о жирном, но скоромном. Чтобы не мясо, но вкуснее насытить брюхо, и потому лишь он ласкает ум и нежит ухо. Вкус неземной, зеленая обертка. Грызнешь кусок, и зубы сами крутят вертка. Один бочок, другой из серединки, а соус брызжет. Ах, теперь не хочется грудинки. Лизнешь, куснешь, еще разок в засос, не крошки мимо напогнос. Кручу, верчу и на бекрень склоняюсь, как будто чем-то несъедобным занимаюсь. Вхожу я в раж, такое вытворяю, что сам себя порою удивляю. Фалафель, оду я тебе пою, послушай, милый, отповедь мою. Родной, одним тобой я только дорожу, тобой ласкаю слух и душу отвожу. Ведь я веган, а не какой-то там мясник. Ну а фалафель хоть не лук, но все же не шашлык. От одного кусочка мне не станет дурно. Люблю я отдыхать с фалафелем культурно. В еде я алчен и неутоним, одним куском не будешь утолим. И потому иду я ни в кино, ни на концерт. Иду в палатку, что в рядах, беру фалафеля конверт и смачно с упоением поглощаю, как будто душу я свою смущенную ласкаю. Возьмешь один, а через час другой, но вот и третьего не стало. Фалафели не может много быть, а может только слишком мало. О радость, о блаженство, восхищенье! Нет слов, чтоб выразить сие прекрасное мгновение. Взаимности не жду, от счастья не рабею. Мой друг, тебе я никогда не изменю. С тобой всегда я счастлив, бодр, душою не старею, и жизнь свою сполна тебе дарю. И не хочу прерывать я столь блаженный дивный миг, вкусив из недр души слюною льется песни крик. Фалафель, я люблю тебя до слез, но не от лука, не от специй, а от грез. От ожидания нашей новой встречи довольна, замолчу, лишаюсь дара речи. О вы, торговые с жаровнями ряды, сомкнитесь вы за мною. Не нужно мне на ваших фестивалях больше ничего. Есть я и он настолько двое. Очнись, прохожий, что с тобой? Разве не видишь манны этой? Немедленно вставай в наш строй за внеземною мутовой котлетой. Ты только глянь на этот бал. Здесь за прилавком правят люди-боги. Они котлетами на противнях вертят и открывают к вечности пути дороги. В шкварчащем масле на плите вдруг происходит сотворение. Зри, гражданин, ликуй, тебе дается пропуск в пробужденье. Что ж, вот теперь понятно мне и цель, и истина труда земного. Я прославляю громогласно сразу всех великих пекарей съестного. И не могу скрывать от вас от всех я больше благодарных слов и искреннего восхищения. Вам всем я шлю поклон земной, Маэстро сковороды, как у действенников фалафеля печенья. Быть может, посмотрев на нас со стороны без интеллекта, Подумаешь, что пред тобою собралась и заседает секта. Но если ты силен, не робок и не дрогнешь, Вкусишь сей закрученный бутерброд и сразу смолкнешь, Постигнешь ты сие благое состояние, Тогда изменишь в раз свое морковное питание. Лета бегут, погода шепчет, солнце ярче креет, Мне нету дел до пели звонких ярких птиц, Пусть все вокруг цветет, поет и зеленеет, Меня ж зовут торговые ряды фалафелей и жарких пиц. Ни дом, ни хлопоты, ни в новую ванну кафель, О чем вы там, когда в руках мой старый верный друг фалафель? Да, с ним печаль и горе не беда, И будь я дома или где-то на работе, Пускай летят мятежные мои года, Я посвящаю жизнь ему и данной коде. Поверь, мой друг, ни цель, ни средства, ни успокоения, Поймешь ли ты, что я постиг уже давно? Твоя теперешняя жизнь даже не тлен, одно виденье, Узреешь истину когда-нибудь и ты, но мне уж будет все равно. Я верю в торжество победы брюха над рассудком, Пусть даже не поймут меня иные чудаки, Совет вам мой не допускать глумления над желудком И не травить себя плодами, если вы совсем не дураки. Очнитесь, сыроеды мракобесы, Вкусите, нет, не плод, отведайте его хоть раз. Фалафеля поэт, певец брюшинный он и пьесы, Самозабвенно завершил харченный свой рассказ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ни от лука, ни от специи. В общем, если это прослушать более подробно, Там, конечно, много смыслов, В каждых буквально строках густиших, четверостиших, И это надо прямо честно прочитать. Несколько раз, чтобы все эти тонкости, Тех нюансов, подколов и, так сказать, Что я хотел донести, понять. Я думаю, будет запись, обязательно посмотрите. Ну вот, как мы начинаем наш творческий вечер, А зрителям, в общем, будет тоже, я думаю, интересно, По крайней мере, когда они поймут хоть о чем дело идет речь. Ну, сыроеды все поймут, гиганы точно все поймут тоже. Ну, и остальные, если будет интересно, То, что это же не просто начало, там, логичный конец, Не просто рифма, персонажи все прописано, И как вот все это сделано. Ну, в общем, благодарю, что вы оценили, что хорошо. Очень рад.